здравствуйте дорогие друзья вот начинаю начиная сегодняшнюю встречу я хочу сразу поблагодарить танику за то сообщение которое она прислала мне на форум понимаете тайника вы попали в самую точку потому что у меня каждый раз когда я заканчиваю встречу с вами себя хочет сказать лечитесь друзья мои лечитесь а вот почему так хочется сказать потому что вы лечитесь а болезни никуда не деваются они как были так и есть понимаете вот это вот главная проблема еще одна это уже опыт телевидения сгл сгл тв первый общеобразовательный канал существует как бы две точки зрения на то что я делаю на сгл это что я делаю здесь и одна из этих точек зрения вот какая ничего говорит ничего по русски понятно но только вот толку никакого даже ночью рецепт не дает как лечить тазобедренные суставы не рассказывает как избавиться от болезни легких тоже не говорит вот как надо все одно и то же вода питание это 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 одно и все ванны и все вот интересно правда но вы лечите страну слава богу поскольку лет по двадцать тридцать сорок лет лечитесь а чё не вылечивать оставили друзья друзья мои чуть до сих пор хромаете то и еще много чего ведь понимаете вот это вот цепочка то вы приходите к терапевту какое-то какое-то время пользуетесь услугами терапевта даже очень хорошего потом это очень хороший врач говорит вы знаете что вам надо пойти к хирургу посмотреть что там вы приходите к хирургу он смотрит когда ситуация стала тяжелее надо бы сделать операцию шуньки поставить чего там еще то понимаете еще какие-то вещи поставить что-то убрать что-то заменить ну а потом какое-то время вы ходите к хирургу и опять к терапевту потому что тот следит за тем как вы лечитесь потом наступает время и вы усаживаетесь в кресло зачастую инвалидное и уже как бы из этого кресла не поднимаетесь вот дорога сегодняшнего больного сегодняшнего человека за редчайшим исключением к сожалению есть такие люди которые невзирая ни на что держат себя помогают себе и живут знаете я иногда говорю такую странную очень фразу жить хочется и меня тоже несмотря на то что возраст у меня уже солидный можно и помирать но я хочу по и помирить на бегу не тогда лежа в инвалидном кресле а хочу извините вот побежал упал и все и достаточно и достаточно вот ко всем этим мыслям меня подвигло вот это сообщение тайники которое пришло ко мне на форум пожалуйста я еще раз вам искренне абсолютно искренне благодарен тайником потому что это значит что все-таки не так уж впустую проходят мои слова все-таки люди начинают размышлять думать приходить какой кип-то выводом и начинает заниматься собой потому что другого выхода нет ни другого выхода даже поход к врачу это не выход из положения это необходимо необходимо к врачу пойти для того чтобы понять хотя бы что произошло с тобой и хотя бы вовремя поставить на вот этом движение патологии которая у вас возникла какую-то хоть какую-то преграду с тем чтобы выиграть время и начать заниматься собой это необходимо таника одна бывшая участница нашего форума написала мне письмо разрешила разместить его его фрагмент я тут залезла в скобках в аюрведу и сделала для себя открытие в скобках у них есть понятие ама она включает в себя любые отравляющие вещества как на физическом плане так и на психологическом аюрведа существует тысячи лет существует китайская медицина который тоже тысячи лет существует тибетская народная медицина который тоже тысячи лет и который умудрился до нашего времени дойти практически без изменения вот что интересно но в индии детской аюрведа это вот народная медицина не образец народной медицины которые главенствуют в этом народном движении народной медицины и в китае дескать народная медицина но например там представлены такими вещами как тай дзи цуани многие многие другие массажные элементы прогревания корейская медицина одной и одна из форм которые нам известно это пак джеву ладонь ладонь моя ладонь это весь организм это голова руки ноги позвоночник так далее массаж руки приводит совершенно замечательным результатом такой тоже есть все все но есть но в основе в основе ама что такое ама вот вы написали что это отравляющие вещества как на физическом плане так и на психологическом так вот пока в организме есть накопление амы никакие приемы работы с дошами не эффективны доши это наши тела наши тела каждый человек имеет отношение к одному из направлений доши какие доши ну например пита вата капха это все различные типы человеческих организмов у одного превалирует вода у третьего превалирует огонь у четвертого третьего у второго огонь у третьего там скажем ветер и так далее это тела это типы организмов и в каждом из этих организмов как бы существует свое свое точное направление своя стихия который поет свою песню и организма живет под эту песню которая поет нам та стихия которой принадлежит этот человек она так она все так я никогда не рассказывал вам про аюрведу вот то о чем висалтаника это так или иначе системы содержание себя в здоровье которым тысячи лет где ама доши это под разными названиями одни и те же формулы также как китайская диаграмма 5 тихий все так но вот ключевая фраза здесь это ама имеющие отношение и к пите и к ваде и капхи ко всем типам человеческих организмов ко всем типам человеческих организмов по одной простой причине и другой и и первый и второй и третий и четвертый и пятый и шестой тип организмов принадлежат людям а люди пользуются одними и теми же вещами они пьют воду они дышат воздухом они едят и через воздух через пищу через воду они получают те самые ядовитые вещества о которых идет речь и посмотрите что дальше дальше все очень просто все воздействия в пустую я имею ввиду лечебное воздействие в пустую если вы не приняли для себя как положение то что называется а мы вот и вот положение вещей в вашем собственном организме приняли поняли в чем дело начали с этим работать и у вас все потихонечку идет как надо в нужном направлении вы таким образом убирая аму из собственного организма до вот этот ядовитое накопление вы выходите на ту прямую дорогу где начинает работать ваш организм начинает работать не на сохранение себя на сохранение здоровья и всех взаимоотношений внутри алга организма вот где кори кроется корень сохранения молодости если хотите сохранение движения и так далее и так далее и так далее вот так так как в тай дзи цуань ну что такого вообще сложно в этой самой гимнастике ну подумайте пожалуйста медленно вы делаете упражнение отслеживая каждое 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 движение которое происходит в вашем теле медленно плавно до перекатываясь с одной ноги на другую в россии это тоже есть эти вот самые славянские методики славянские гимнастики которые работают не на физику не на что мы тягаем полтонны или тонну штанги или растяжки растяжки вот вот что самое главное свое я вспоминаю я в свое время была такая не маленькая брошюрка брошюрка одного из ведущих преподавателей ведущих специалистов института физкультуры мекульского именно растяжки как работать с растяжками замечательно я не буду этого делать показывать вам потому что я это с этой работой познакомился очень давно лет 35 40 назад и тогда как бы я никогда не думал что я начну вдруг заниматься вот той раз самой работой которой я занимаюсь сегодня рассказывать вам поэтому извините под а потом к сожалению великому это вот брошюрка у меня даже как под и защитимся травм и украли и делал не только в этом вот посмотрите вот у меня книжечка вот посмотрите как согласуется то о чем написала тайника с выводами доктора медицинских наук профессора абсолютно уважаемого человека юрия марк челевина это книжечка которая издана в девяностом году в которой написано результат работы где в огромного количества времени до 25 лет работка вела 69 по 82 год понимаете под под этой работой стоит всесоюзные центры клинической лимфологии министерства здравоохранения ссср и и советский фонд милосердия и здоровья понимаете я маленькие выдержки прочту всего лишь маленькие коварный недуг отравление может вызвать одним ядом например свинцом тут ведь о ядах идет речь например свинцом ртутью хлорофосом это обычное отравление медицинские они изверь медицине известны давно они могут быть очень тяжелыми но врачей было время научиться с ними бороться мало изучены экологические отравления которые вызываются множеством поступающих из внешней среды ядов содержание каждого в воздухе воде или пищи может быть не очень высоким да и в организме сравнительно небольшим но когда их много повреждающие действия одного усилирует повреждающие действия другого такое отравление отличается коварством ведь в крови нет большого количества какого-то одного тактического вещества которое можно удалить очищать организм сразу от многих ядов мы не научились помните я все время говорю о том что наш организм живет не за счет тонн и не за счет килограммов и не за счет огромного количества там скажем можно было бы сесть там и съесть сразу тонну мяса тонну масла тонну еще чего чего но столько сколько в тебя влезет понимаете за всю жизнь все равно не наешься но вот эти микро микрограммы которые мы получаем с воздухом с пищей с водой огромное количество это и пестициды и выхлопные газы и бог знает что творится вот сейчас в этих бутылках с питьевой водой который мы покупаем там ведь получается потрясающий осадок почему я снова возвращаюсь к теме извините очищение воды понимаете вода очищается и при этом я не знаю во что она превращается понимаете вода природная даже в природном виде да даже тогда когда там есть какие-то неприятности джак все равно сохраняет свою силу свою структуру что очень важно понимаете и поэтому очень важен фильтр который будет очищать эту воду не трогая структуру ее природности природности это вода для нас очень хорошо вот я прихожу сюда и с удовольствием здесь все время пью воду который с под трековой мембраны дать не очень удобно до укладывать мембрану в воду пока по трубочке по капелькам натечет эта вода но это та вода которая нам нужна понимаете и при этом она не называется божьей росой или как найти еще там название этих вот чудовищное количество огромное и все никакой первоклассные и все все как надо но извините ради бога уж я и попозволю себе не поверить есть одна процедура которая свое время меня заставил заниматься этой проблемой думать об этом по крайней мере думать об этом я имею ввиду плазмоферез я провел его с собой специально будучи здоровым ну да относительно здоровым человеком я еще тогда был молод достаточно это было где-то лет 15 наверное назад я нас слушался насмотрелся на много чего и пошел делать сам хорошей клинике такой фундаментальный что называется я пришел мне провели эту процедуру плазмофереза провели три процедуры три процедуры я после этого полтора два месяца чувствовал себя великолепно великолепно даже несмотря на то что у меня особых проблем и не было но великолепно понимаете также почти так же как я чувствовал себя тогда когда помните я рассказывал вам об эпликаторе кузнецова костюме на основе эпликатора кузнецова который под вакуум был под вакуумным прижимом одевался на человека я его тоже испытал тогда под опять прямым наблюдением иван иванович кузнецов понимаете и эффект был точно такой же я потом подумал почему а потом а вспомнил что тогда когда я вышел из этого костюма у меня в этом мешке который тогда одели на меня был сантиметров пять было воды которая была выжата из меня я чувствовал себя совершенно изумительно смотрите вот он юрий марыч пишет вот еще что не вина врача как по моему помочь людям которые живут в экологически нет неблагополучных регионах для о чем говорить у нас сегодня любой регион неблагополучный любой либо свалки либо изуродованная вода либо изуродованный воздух либо вырубки уже такие что там вообще не поймешь что произошло с водой и дальше и он пишет не нужно обвинять врача за то что он не может указать конкретно каким путем очистить организм и ткань вашего организма от пестицидов которые опыляли близлежащие земли от тех пятидесяти ядовитых веществ которые загрязняли воздух и воду заводу города врач не ответит не по своей вине а потому что медицинская наука этого еще не умеет а самое главное не обращает внимание понимаете как мало как много обращать внимание на то чтобы сказать сделать шунты с тем чтобы снять проблему в смертельные угрозы тогда когда человек сердечным принципом поступает в больницу да это так а до этого то что же вы смотрели а до этого то что было а как как это все произошло как человек до этой жизни дожил вот ведь чем дело понимаете и смотрите дальше врач не ответит он посоветует общего укрепляющие средства витамины рациональную диету и многое другое несомненно полезные нужные но косвенные меры десятки видов ядовитых бомб перекочью а перекачивая из внешней среды во внутреннюю в кровь а в ней в органы ткани клетки засели там и разрушают их я еще раз повторяю это книжечка эти вот выводы юрий маркович получил на основе но многолетней двадцати пятилетней клинической работы есть у него книжка замечательно я очень подробно об этом написано и как они проводили эти исследования называется клинические основы лимфологии трудно читается с удовольствием читаю но трудно прямо скажем так вот теперь пожалуйста к вопросу тайники если очень перекликается с тем чего нас давно уже пытается научить алексеев это то к чему сейчас постепенно приходит и официальная медицина вот я просто конкретный пример привожу работы юрий маркселевин доктор медицинских наук профессора очень хорошего врача это это к чему сейчас постепенно приходит официальная медицина правда используя это лишь для богатых людей платно так что так называемые шлаки токсины это аюрведическая ама ну понимаете назвать что это аюрведическая мы наверно нельзя это результат жизни любого человека будь это правил приверженца аюрведа будь этого не а приверженца тайда цюань при приверженца китайской медицины и или иранского движения ради бога это это все так это имеет отношение к национальности к какому-то движению историческому движению с точки зрения сохранения здоровья так она есть она есть она есть и у меня есть такой опыт интересный с точки зрения аюрведы когда-то я тогда еще был помоложе значит я мы женой пыли в нашей ланке и там мы попали в один центр аюрведический центр где еще познакомился одновременно и с применением гомеопатических средств аюрведе и тогда когда мы с ней пришли на процедуру и когда эту процедуру прошли от первого массажа до массиного массажа лба до приема аюрведических вот гомеопатических препаратов и приема ванн горячих горячих ванн холодных ванн все так я вообще не понимал как это работает как аюрведа но когда я вышел из этого центра после вот это однодневные процедуры которая длилась четыре с лишним часа я вышел и понял что я простите начал заново рождаться а что что было с моей одеждой не передать была только одна мысль побыстрее добраться до гостиницы все себя сбросить самого пойти под душ смыть себя все а одежду которая была на тебе бросить в стирку вы не представляете себя через 20 минут когда мы приехали в гостиницу я входил уже в номер на мне уже была не рубашка а скафандр пропитанный непонятно чем это ама ама конечно конечно это то что мы носим с собой каждый день и переносим в кабинет врача а врач назначает нам препараты лекарства и делает все что необходимо для того чтобы спасти вам жизнь а дальше все начинается о том что мы пришли начали принимать лекарства а мы что-нибудь с этой а мы ты сделали да ничего ничего как было так оно и есть как травили себя так и травим дальше вот вот ведь в чем дело то теперь смотрите так что таком также так называемые шлаки и токсина это аюрведическая ама это не только юридическая ама вполне физиологическое психологическое переживание негативная информация которая застряла когда-то и сейчас застревает в наших мозгах это тоже ама негативное воздействие для других людей это тоже ама правильно помните я в свое время это самая простая процедура которая позволяет многим людям вот этой психологической амой повоевать рассказывал очень давно в лет 25 на 20 назад нет раскрыл для позднее уже в цикле передач по вот этих самых помоги себе сам я говорил о том что как бы хорошо чтобы человек нашел время каждый день каждый день или хотя бы через день и хотя бы раз в неделю и провести вот такое вот упражнение если хотите правда требует уединения эту нельзя сделать публично это можно сделать только у себя дома тогда когда вы проходите по дороге своей собственной жизни вспомните люди пожилые я себя отношу уже к этим людям и я себя ловлю на том что довольно часто в течение вот ежедневной жизни ежедневного общения с миром я оборачиваюсь на на собственный опыт и начинаю вспоминать как ни странно вспоминаются такие застрявшие в моей памяти события 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 и они довольно часто носят негативный характер негативный характер они разные они разные и для меня становится очень важным вот с этим негативным опытом как-то поступить как-то решить то ли принять этот опыт понять что это ты участник этого опыта какого-то там не знаю события тяжелого когда ты оказался в при выборе того или другого действия какого-то по отношению к другому человеку я оценив признать признать что ты виноват ты виноват ты виноват а можно сделать как начиная вспоминает собственную жизнь вот идешь от молодости от юности от детства вспоминает тяжелые ситуации тяжелые очень особенно так сказать я начинаю вспоминать всегда с послевоенными годами и голод и все на свете и оцениваешь вот каждое событие уже со своего возраста оцениваешь оцениваешь даешь ему оценку оценку принимаешь на себя и просишь прощения и благодарности приносишь но прощения просишь и до вот сегодняшнего дня ты по этой дороге проходишь но честно честно ничего от себя не утаивая все равно это часть твоей жизни ты уже никуда не денешься ты уже сделал ты уже совершил ты уже поступил и оценил оценил и если необходимо попросил прощения у бога у земли у неба у кого хотите вот это расставание с такой плохой амой аюрведической но есть ведь и другой опыт в вашей собственной жизни и пройдя вот по этой дороге да негативного опыта ты переходишь на дорогу благостного хорошего опыта хорошего потому что жизнь она у нас такая она дает тебе и плохое и хорошее жизнь это полосатая что там говорить понимаете и в этих белых полосах много счастья много радости вспомнить его и оставить в себе закрепить в себе помнить это и как ни странно вы начинаете меняться кстати сказать это опыт и аюрведы и буддизма и китайской медицины с этой диаграммой стихий это и в солнцеворот и в славянской культуре да это все есть все есть просто надо перед собой быть честным и все точно отмерить все но так все правильно все правильно что есть у нас в программе есть конечно а почему в программе появился извините пожалуйста не там как называется диагностика кармы лазарева или какие-либо другие вещи а появился ключ к себе Хасай Маргомедович Алиба а именно для этой цели более того у нас появились целевые ванны а для чего они они очень просто понимаете это вот это снятые напряжения снятые напряжения снятые напряжения которые отпускают и дают тебе свободу дальше идти но и надо идти понимаете вот ведь что очень важно то дальше Таненька это тоже ама негативные воздействия других людей это тоже ама и они предлагают вполне конкретный способ очищения включающие слабительные рвотные средства споз сорбенты различные клизмы включая масляные массажи медитации и прочее все это освобождение организма от амы и только после этого укрепляющие координирующие воздействия возможно ли применение аюрведических средств ПСС у меня лично очень хороший опыт и тут Таненька изменяет нам изменяет программе ну как всегда понимаете все как называется хорошо но не до конца в чем у меня лично очень хороший опыт аюрведический препарат нарацил для улучшения работы печени разрешил и проблему высокого давления ну видите какая штука аюрведический препарат замечательный очень хорошо есть даже фирма такая в Индии которая называется Гималайя она делает аюрведические препараты их можно купить да разные и для суставов и для того и для другого и я вас уверяю извините Таненька но мне бы очень хотелось знать только одну вещь вы принимаете этот препарат понимаете нарацил или как он там называется применяете а вот когда вы его закончили применяют сколько времени длится его действие вот это очень важный момент такой же момент как тогда когда приходят люди когда приходили ко мне теперь люди понимают что ко мне лучше с этим не приходить и говорили вот знаете я лечу рак я лечу это я лечу я лечу вот у меня прямо вот люди вот три человека пять человек пожалуйста они вылечили рак под моим руководством травами все нет проблем никаких замечательно совершенно я спрашиваю пусть это не звучит так тяжело для вас но я спрашиваю а сколько человек умерло и разговор на этом заканчивается потому что к сожалению великому спекуляции и на аюрведе не исключает никто я ни в чего не хочу я этого препарата не знаю но я знаю другие гомеоплит аюрведические препараты которые я привозил из индии для людей так сказать давал все тем более что там они дешевы а здесь они в 10 в 20 раз в 30 раз дороже чем там работали эффект получали но тот же самый они не учитывали аму о которой вы пишете так вот самая-то главная проблема заключается в том чтобы понять что такое ама и не махать руками просто так понимаете вот вот там слабительные сорбенты это 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 нет это все очень непросто очень непросто вот сегодня я просто порадовал один звонок понимаете я попросил сделать самую простую вещь женщине попросил во время телевизионного эфира сделать вот там поменять воду пить воду поменять питание ну как бы облегчить вот условно говоря облегчить питание там сорбенты еще какие-то вещи все вот первый курс провести довольно тяжелый потому что там тяжелая ситуация и она сегодня позвонил прошло ровно месяц ровно месяц и она ожила она поняла вдруг для чего и как и почему и она спросила можно ли это повторять а это необходимо потому что курс аюрведический заключается в том чтобы воспитать в себе с помощью приемов аюрведы или препаратов аюрведы как хотите или сами препараты аюрведы были в вашей жизни постоянно а у нас по-настоящему в жизни постоянных вещей не так много все остальное это придумки что у нас постоянно в жизни вода постоянно питание постоянно постоянно вода питание температура постоянно то есть с точки зрения жизни условий жизни больше ничего это постоянно а что не постоянно а не постоянно пьем мы воду или не пьем а это вот первый шаг к тому чтобы уровень а мороз а это питание сколько мы седаем килограмм полтора или два или пятьсот грамм в зависимости от этого уровень аму растет а вот мы с вами купаемся моемся одеваемся при этой температуре при более высокой температуре или при высоких температурах пожалуйста понимаете мы не любим высокие температуры контрастные души ни при чем нам вот что-нибудь такое вот приятненькое а уровень аму растет и вот этот вот уровень аму или ама подрастая начинает награждать нас все теми проблемами о которых писал Юрий Марк Шлевин ибо это ама это вот эндоэкологическая грязность нашего организма это и есть источник всех проблем всех и в том числе аутоиммунных в этом абсолютно уверен вот если этого не понять вы можете лечиться ходить тысячу раз задавать как мне сегодня в эфире вот у меня горло болит вот-вот-вот-вот дайте мне что-нибудь что у меня не болело горло одной к врачу он даст что объяснять что этим человек себе не поможет он только ухудшит ситуацию потому что он добавит себе еще амо бессмысленно это треп вот в чем вся штука и тогда как же быть в этой ситуации вот с теми вещами о которых я говорю с полифитом пожалуйста или скажем когда я говорил о фитамикте у нас есть сбор трав который помогает нам восполнить недостачу этого препарата понимаете или там скажем говорить о фильтре о котором я сегодня сказал трековая мембрана ведь это вы понимаете это открытие которое служит человеку они стоят конечно денег но они не стоят тех безумных денег которые мы платим за бесконечно сложные фильтры где просто воду берут фильтруют и из одной структуры получается совершенно другая и вместо того что помогать человеку наоборот травит его понимаете ведь вот трековые фильтры с ионными обменниками с этим господи как это возможно все и нам не приходит в голову что именно эти вот все дела и привели к тому что мы извините ради бога не имеем сегодня микрофлоры в кишечнике и микробиота страдает мы болеем от этого все оно так все оно происходит поэтому мы не критичны лабудены мы ходим на лабуденах и бегаем за лабуденами название это какое лабудены мы мы стали пожирать ими лабудены потому что у нас пища лабудены то что нам дает пить лабудена я сегодня и на этом наверное я закончу потому что уже как называется много говорю расскажу самую простую схему которую надо вам осмыслить понять и попробовать начать делать прежде прежде чем начать делать вот тут я как бы не изменю себя все равно прежде чем ее начать делать эту схему пожалуйста сходите к врачу узнайте что вам более всего грозит обязательно симптоматику знать и потихоньку начинаете делать а через месяца полтора два пожалуйста пойдите и сделайте анализы те же самые анализы которые и посмотрите результат и вы увидите и вы увидите я это говорю ответственно понимаете потому что сам к сегодняшнему дню существую как онкобольной уже два с лишним года два с половиной года и держу себя учитывая то что называется ама учитывая я не онколог я не лечу я пытаюсь собственный организм заставить сопротивляться тому что называется онко вот и все при этом безусловно побывав у врача и предприняв необходимые вещи для того чтобы выиграть время у этой пакости я его выиграл посмотрим на сколько что это такое вот то что я хочу вам предложить пожалуйста если вы умеете это делать пожалуйста продолжайте я имею ввиду но только в той последовательности как я вам сказал пожалуйста вода полтора литра в день пожалуйста научились пить научитесь постарайтесь не за воду не не соединять с пищей еда должна проходить в не в присутствии воды если вы пьете нормально воды значит у вас в желудке достаточное количество желудочного сока поэтому у вас пища будет проходить так как нужно это первое второе пожалуйста никогда выполните одно условие никогда ни при каких обстоятельствах не переедать ешьте пожалуйста хоть четыре хоть пять раз в день и можете есть все но только так чтобы вот еще бы чуть-чуть чего-нибудь съел бы и ориентируйтесь при этом пожалуйста на то чем вы занимаетесь если вы занимаетесь активным физическим трудом если вы таскаете мешки рубите дрова там скажем или плавите металл так сказать со всеми вытекающими или рубите уголек то уж пожалуйста извините вам тут нужно кушать побольше побольше потому что энергия которая вам дает возможность делать эту работу это все-таки ваша пища но про воду не забывайте это второй момент третий момент две травы две травы это травы которые я взял из защитимся травами у Юрия Маркчевина имеется в виду вот что черная смородина и календула про про черную смородину и вы поймете что это значит это вот прямое действие по отношению к аме вытаскиваем эту самую физиологическую аму из своего организма особенно активно очистительное действие на сто из листьев черная смородина оказывает на печень миокард стенки артериальных сосудов понимаете о чем я веду речь и что с нашей точки зрения уникально на лимфатические узлы вот что очень важно потому что у многих из нас у многих лимфатические узлы вот такие вот они прощупаются да не болят ничего прощупаются плотные они заполнены тем самым навозом о котором я говорю ама вот оно что понимаете и поэтому они не работают а это значит лимфатические лимфатическая система не выполняет свою задачу именно поэтому лист черной смородины хорошо известна роль последних в иммунитете однако очищенные лимфатические узлы улучшают не только свою иммунную функцию лимфатические узлы защищать защищать нас повышается их способность задерживать и нейтрализовать попадающие в них с лимфой токсичные вещества так называемая барьерная функция вот что очень важно более того вот настой из листьев черной смородины помогает восстановить барьерную функцию кишечника самого кишечника с тем чтобы эти ядовидные вещества не всасывались в обратном процессе вот что очень важно вот что очень важно понимаете так лист черной смородины и пожалуйста еще очень хочется календулу предложить вам то есть ноготки самые простые ноготки и объясню почему следует подчеркнуть что мы отметили выраженную избирательность действий ноготков на движение жидкости образование лимфы в каком-то одном органе речь идет об общем захватывающем большинство внутренних органов и тканей усиление этого движения крови лимфы и межклеточной жидкости мы полагаем что именно с этим связано улучшение обмена веществ ускорение выведения через лимфатическую систему ненужных и токсических продуктов кроме того наблюдается в большой мере эти наблюдения в большой степени объясняют положительный эффект календулы при столь разнообразных заболеваниях очищение ткани от токсинов вне зависимости от причины образования полезно при любом заболевании но не говоря уже о том что календула выдает таким выраженным противовоспалительным действием вот так вот пожалуйста три-две вещи четыре вещи назвал вода питание и пожалуйста вот эти травы пожалуйста используйте их используйте их прибыли приготавливается очень просто две чайных ложки но скажем сейчас можно использовать прямо живые ноготки их много этих цветков восемь цветков завариваете полтора два стакана самое большее кипящий жидкий кипятка но не самого прямо а вот девяносто пять девяносто семь градусов вот таким вот образом ну чуть постояло вот бульканье закончилось ключа нет вот этой вот этой при этой температуры этой температуры воды заливаете вот эти эти самые ноготки пятьдесят минут час стоит под крышечкой все настаивается отцедили вот у вас пожалуйста и принимаете по полстакана по третьей по полстакана три-четыре раза в день точно так же заваривается и лист черной смородины но там пожалуйста столовую ложку измельченного листа черной смородины заливаете точно такой же горячей водой вот девяносто семь девяносто восемь девяносто шесть девяносто пять градусов то есть сразу после того как кончился ключ кончилось кипение ну еще минутку подождали успокоилась вода этой водой вы заливаете и настаивается час постояли отсидели пожалуйста вы его принимаете тоже четыре раза в день единственное пожалуйста эти травы эти травы не не нужно принимать выпили глоточек как это и тут же выпили еще вторую не надо не надо дайте пожалуйста вот настой ноготков экстр ноготков в начале пропить настой ноготков а потом пожалуйста через пятнадцать минут уже настой календулы так чтобы они прошли друг за другом вот это очень важный момент очень важный момент ко всему прочему значит я бы очень посоветовал вам в силу того что лимфатические что это очищение организма от той самой от того самого амо пожалуйста добавьте сорбенты добавьте сорбенты травы вы принимаете за тридцать минут до еды в начале календул через пятнадцать минут пожалуйста лист черный смородин а после этого кушаете сорбент вы принимаете через полтора часа после еды два раза в день достаточно сорбент два раза в день длительность она остается то есть семь десять дней максимум потом обязательно перерыв обязательно перерыв вы смоделировали для себя питание определили рацион что вы кушаете еще раз повторяю вы кушать можете все пожалуйста пьете травы что еще сделать надо мне кажется что в это время нужно делать еще две процедуры какие горячие грудные обертывания потому что помним что лимфатическая что легочная ткань легкие наши они самые консервативные по отношению к и лекарствам и даже к травам самые консервативные самые защищенные вот что очень важно нам важно чтобы очищение легочной ткани происходило более более интенсивно более активно для этого пожалуйста горячее грудное обертывание два раза в неделю и один раз в неделю пожалуйста левая ванна делайте поделайте распределитесь 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 помня что травы вы принимаете месяц месяц вода каждый день питание понятно горячее грудное обертывание два раза в неделю один раз в неделю пожалуйста вы пьете вы делаете солевые ванны пожалуйста комфортные солевые ванны все как положено очень хорошо сделайте это сделайте сделайте это а потом глядишь я вам объясню как и когда принимать и полифит и все остальное вот в чем дело и безусловно в этой ситуации вы начиная делать эту программу не забываете и не нарушаете тот режим который обозначил вам врач я имею ввиду медиалекарственный режим вот его не нарушаете это надо делать принимать лекарства назначенные врачом обязательно ну что ж вот на сегодня вот так такие размышления на такие размышления навело меня меня сообщение тайники на нашем форуме ну а сейчас простите ради бога всего доброго до свидания если я понадоб нужно вам пожалуйста я выйду в следующий раз посмотрю что вы там напишите на форуме а может быть это никому не надо да кстати сказать вот все то о чем я сейчас сказал мы начнем делать на нашем нашей skype группе тогда когда мы начнем работать это будет уже в сентябре специально будет объявлено единственное о чем хочу предупредить в терминальных ситуациях тогда когда существует такая серьезная тяжелая угроза жизни мне придется людям которые записались в эту группу отказать отказать так как простите я рядом с человеком не нахожу не нахожусь наблюдать не могу я не врач и поэтому уж извините меня пожалуйста ну а сейчас как всегда всего доброго здоровья вам до свидания до свидания